Мировая экономика столкнулась со снижением темпов роста в мире вслед за падением нефтяных котировок упали цены на металлы. Сократились и поставки сырья. Сложилась необычная ситуация, когда не получаются удовлетворить имеющийся спрос на сырье. Отчего пострадал горнометаллургический комплекс, трудности испытал и нефтедобывающий сектор. Правительству уже сообщили, поступления в республиканский бюджет снизились на 10,5%. Во-первых, на поступление НДС на импорт негативное влияние оказало распространение эпидемии коронавируса. Во-вторых, на неисполнение по КПН повлияло снижение цен на основные экспортные позиции. Сложно назвать сферу, которую не затронул бы COVID-19. Из-за коронавируса убытки несут сферу услуг, авиа, ЖД-перевозки, добывающий сектор, ресторанный бизнес. Спрос на металл снижается. Сокращаются поставки сырья, так как промышленность и торговля замерли. Мы ожидаем, что в июне будет продолжение существенного снижения не только цен, но и объемов закупа нашей продукции. Вот это мы очень переживаем. В Ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий заявляют цены на цинк, медь, алюминий, то за счет чего в том числе формируется бюджет страны, падают. И ощутимо о риске для отрасли, говорят и в правительстве. Металлургия может пострадать от низкого экспорта, снижения экспортной выручки. Как сложившаяся ситуация в мире повлияла на секторы казахстанской экономики? Станет ли коронавирус приговором для отраслевиков или же, напротив, даст толчок для развития? Подробно в очередном выпуске программы промышленности. В казахстанском правительстве сообщили о последствиях влияния коронавируса на экономику нашей страны. Результаты промежуточные. По данным министра финансов, республиканский бюджет недополучил с 378 миллиардов тенге. Сокращение импорта из третьих стран составляет 87 миллионов долларов. В связи с этим снижение налоговых поступлений от 11,4 тысячи налогоплательщиков на сумму 49,1 миллиарда тенге. Главной причиной снижения доходов бюджета был цен на основные экспортные позиции, снижение импорта и, как следствие, снижение поступающих налогов. Так, сырая нефть подешевела более чем на 22 процента. Примерно настолько же снизилась стоимость на цинк. Подешевели медь, алюминий, свинец, феррохром. Если брать горно-металлургический комплекс, то пандемия как раз-таки повлияла и на мировые биржевые рынки. Свинец, медь, цинк в пределах от 20 до 30 процентов было снижение на данный металл и, возможно, падение как раз-таки экспортной выручки в данном секторе. Спрос на казахстанский металл упал, потому что потребители нашего сырья сегодня сами терпят убытки. Из-за сложной эпидситуации европейские и американские машиностроительные заводы остановили работу. Металл сейчас им попросту не нужен. В профильной ассоциации убеждают, кризис на отрасли сказывается, но загрузка на апрель на предприятия горно-металлургического комплекса есть. У части есть возможность работать в штатном режиме, то есть без снижения оборотов и числа работников и в мае. Будет сложно, если объемы производства снизятся на 30-40 процентов, тогда увольнений не избежать. Может быть, лучше правительству, когда цена низкая, закупить у нас, тем самым положить эти металлы в матрезерв или оставить на складах наших компаний, но выплатя нам какие-то деньги, чтобы мы не смогли остановить производство и смогли сохранить рабочие места. А тогда, когда будет цена поднимется, это металлы всегда уйдут в лед по более высокой цене. И государственный бюджет может на этом заработать. Пока часть металлов стала дешевле, золото, напротив, возросло в цене. И этим обстоятельством необходимо пользоваться, считают отраслевики. В Казахстане 350 месторождений, что позволяет нам быть в двадцатке стран по объему залежей. По закону распоряжаться благородным металлом в нашей стране может только Нацбанк. Тем временем зарубежные инвесторы предлагают финансировать добычу казахстанского золота. Но тогда последует вывоз стратегически важного товара. Есть из зарубежа очень интересные предложения вперед платить и финансировать нас под объемы будущего периода. То есть мы тогда не используем кредиты. Надо обсудить с Нацбанком, выгодно ли ему сейчас покупать золото у нас. Или может быть нам помочь с тем, чтобы мы часть могли золото производить, финансируясь из других стран. Это процесс переговорный. Если мы можем произвести больше, то надо использовать все резервы. Пока золото в цене. Влияние коронавируса оказалось слишком масштабным. Свою уязвимость ощутили отрасли напрямую, зависящие от импортного сырья. В числе тех, кто с этим столкнулся, оказались производители мебели, часто использующие в своей работе зарубежные комплектующие. На данный момент на предприятии работают 45 человек. Небольшие, так скажем, сокращения произошли на предприятии. Наблюдается определенный спад на производстве. Цены от поставщиков претерпели изменения. В среднем цена от поставщиков поднялась на 12-15%. Но это я прошу заметить начало кризиса. Я думаю, что процесс уже не остановит. Он уже заведен. Мы пока на нашу продукцию цены удерживаем. Но сколько это продлится, тоже невозможно. Пищевики от импорта также зависят. У молочников до половины стоимости может составлять упаковка. Технологии у колбасников до 30%. У автопрома импортная составляющая две трети. Но пока казахстанские производители проблем с поставками комплектующих не имеют. Их завозят в основном из России, Южной Кореи, Чехии. И этого показателя, по словам экспертов, на сегодняшний день достаточно, чтобы производство не простаивали, а стоимость оставалась прежней. Правда, никто пока не может сказать точно, сколько продлится лояльная ценовая политика. Разные страны вводят режимы карантина, прерываются цепочки поставок. Многие производители сталкиваются с дефицитом комплектующих. Некоторые и вовсе останавливают производство. В краткосрочной перспективе это не окажет влияния на казахстанский рынок, потому что сегодня у дилеров имеются достаточные запасы автомобилей казахстанского производства. За первый квартал этого года на 10 казахстанских заводах произвели порядка 12,5 тысяч автомобилей. Это в два раза больше, чем предприятия выпустили в этот же период в прошлом году. Эксперты связали это с тем, что в нынешней экономической ситуации часть населения предпочла автомобиль в качестве инструмента инвестирования. Весна традиционно считается периодом высокого спроса на автомобили, но сегодня дополнительное влияние оказывают изменения, которые происходят на валютном рынке. Многие из тех, кто планировал покупку автомобиля в скором времени, спешат сделать это сейчас, пока есть возможность приобрести автомобиль по прежней цене. Просевший рынок общепита сейчас перестраивается на новые рельсы, обеспечивает доставку еды на дом. А множественные мелкие ателье по ремонту одежды шьют маски. В целом, за счет ускорения темпов в фармацевтике, производстве стройматериалов и легкой промышленности у обрабатывающего сектора зафиксирован рост почти на 9%. Возьму пример горнометаллургического комплекса. На данный момент в республике действует 861 предприятия. На них трудится порядка 223 тысяч работников. Проблемы с биржевыми рынками, а также и падение цен, оно, конечно же, может повлиять на данное сейчас экономическое положение. Нашим правительством разабатываются меры поддержки всех предпринимателей и малосреднего бизнеса, и таких крупных компаний, как в горнометаллургическом комплексе. То есть не высвобождаются места, делается все то, чтобы сохранить данное положение, то есть сохранить темпы роста. При этом, по словам эксперта, благоприятно коронавирус отразится на легкой промышленности. Уже есть наглядные примеры, когда отраслевые предприятия перепрофилировались, начали выпускать ранее непроизводимые одноразовые маски, антисептики, спецодежду и другие средства защиты. Мы видим, что наши предприятия в отраслях, в легкой, в химической отраслях, имеют такое благоприятное влияние, что наши отечественные товаропроизводители могут в дальнейшем прогрессировать. По итогам первых двух месяцев все показатели достигают своих запланированных количеств. Полную картину всего влияния мы можем увидеть только по итогам первого квартала 2020 года. Госпрограмма «Экономика простых вещей», задача которой выпускать товары первой необходимости, спрос на которые с начала года вырос, получила дополнительное финансирование в размере одного триллиона тенге. Деньги выделяются на такие приоритетные виды экономики на данный момент. Легкая промышленность, там и текстильная, отрасльная наша, мебель, мебель строительная. Это все поддерживается на данный момент. На антикризисные меры в Казахстане направили 13 миллиардов долларов. Эти деньги предназначены как на выполнение социальных обязательств, так и на поддержание бизнеса, отечественной промышленности. Рост деятельности производств, несмотря на режим ЧП, по данным Кабмина, сохранился на уровне почти 6%. Положительный рост отмечается сразу в 15 регионах. Наибольшие показатели зафиксированы в Костанайской и Акмолинской областях. Редактор субтитров А.Семкин